Свежая краска дорожной разметки и новенькие блестящие леерные ограждения. В Тернейском районе реконструирован важнейший инфраструктурный объект. Новый мост через реку Кедровку строили три месяца. Цемент и асфальт до него пришлось возить за 90 километров. Тем не менее, работники уложились в срок. Разобрали существующий старый мост, потом выполнили опоры, пролет один добавили. И пять опор, четырехпролетный мост, длина его 72 метра, железобетонные плиты и сверху асфальт. Новое строение пришло на смену временной деревянной конструкции, которая была единственной переправой через реку в течение года. Построили ее вместо моста, разрушенного сильным паводком летом 2013-го. Новому мостовому сооружению большая вода не страшна. Оно построено с применением современных технологий водоотведения. Очень хорошо, что у нас на территории Тернецкого района появился еще один кусочек счастья. Я думаю, что и для водителей этот участок дороги был очень неудобный в плане безопасности дорожного движения, в плане разъездов двух машин. Мосты были узкие. В 40 километрах от нового моста работает тяжелая техника. Здесь, неподалеку от села Лидовка, расширяют проезжую часть. Это узкое грунтовое полотно – единственная артерия, соединяющая Тернейский район с остальным Приморьем. На данный момент половина трассы Рудная пристань Терней не имеет асфальтового покрытия. Работы, которые ведутся сейчас, это начало масштабного проекта. По итогам большого проезда, который состоялся в июле-августе, губернатором Приморского края была дана команда поручения начать здесь ремонтные работы. На 2015 год у нас запланировано порядка 180 миллионов рублей, но не стали ждать 2015 года, вышли на участок уже в этом году. Ну, я думаю, что это достаточно знаковое событие для жителей Дальнегорского округа прежде всего. Согласно плану, полностью заасфальтировать трассу Рудная пристань Терней планировалось за три года. Благодаря раннему началу работ, эту задачу удастся решить на год раньше. Всего от Крапивин, Панорама.